Московское время 23 часа 48 минут. Вот-вот закончится пятница, 15 декабря. И мы начинаем прямую трансляцию третьей отборочной игры зимней серии «Что, где, когда» 2006 года. Против телезрителей сегодня играют Анатолий Козлов, Санкт-Петербург, Павел Жигалов, Новосибирск, Александр Лепетунов, Осташков, Борис Ковалев, Тула. АПЛОДИСМЕНТЫ Обладатели бриллиантовой и хрустальной совы Ася Шавинская, Санкт-Петербург. И капитан команды, обладатель хрустальной совы Андрей Бычуткин, станица высылки Краснодарский край. Против лучшей команды знатоков осенней серии сегодня играют 12 телезрителей. Гелена Сураева, поселок Мокрый Батай. Мария Косарева, Мурманск, Александр Горлов, Липецк. Наталья Орлова, Краснодар. Гелена Кошмарова, Таруса. Вергения Колесова, Иванова. Галина Сайцева, Орел. Супер Блиц, Сергей Пихлецкий, Москва. Наталья Павлицкая, Ростов-на-Дону. Сергей Козюк, Староженец. Мария Торгунова, Тюбинген. 13-й сектор. Зимний Игорь Штоп-Некогда. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Бычуткин, спешу сообщить, что защитник интересов знатоков вице-президент МТС Джегош Эш находится в командировке в Ханой. Поэтому защищать ваши интересы сегодня будет весь зал. А защитник интересов телезрителей, вице-президент Бинбанка Григорий Гусельников, как всегда, на боевом посту. Добрый вечер, Господин Гусельников. Добрый вечер. Как настроение сегодня у вас, Григорий? Хорошо, но я думаю, что в Ханой было бы лучше. Нет, вы нас не покидайте. Я стараюсь, как видите. И начинает Краснодар. Господин Бычуткин, против вас играет библиотекарь Наталья Орлова. Вот Наталья в красном, в красной... Нет, не шапки, господин Бычуткин. В красной майке. В 80-х годах прошлого века, господин Бычуткин, в Европе начался настоящий бум хаос-музыки. Этот музыкальный фрагмент является ярким примером одного из направлений музыки хаос. А название свое это направление получило от названия предмета, который некоторые посетители дискотек хаос-музыки во время танца ставили на танцпол. Внимание, вопрос. Как называется это направление хаос-музыки? Это или женские сумки, или пиво. Ну, любой бокал можно поставить. Как можно вообще пронести на дискотекшем? Бэкс хаос есть такое? Много не пронесет. А для чего вы ставите такой? Вокруг революцию, по-моему, парень. Чего? Стул? Подождите, предметы, которые... Да, хаос, да? Созвание надо связать с хаосом. В 80-е годы, ну, сумочка. Может, как дом ли это ведут? Не, ну, обычно, если дискотек, наверное, там пьют все. То есть, ну, что-нибудь типа... Хаос-бэкс, хаос-бутылка, бэс, пир на бутылку. Рейв, как переводится, кстати. Рейв... То, что ставят на пол, ставят или сумки, или пиво. Ну, и любой другой этот. Хорошо, что еще могут ставить? Под это пиво не танцуют. Это что, высокое, маленькое? Пиво, пиво. Это проносили с собой. Сумка... Сказали с собой принять сумку, а не обувь? Нет, они ставили. Ставили предмет. Подругой. Может, мы гнитофоны не носим на дискотеку. Итак, прошу, кто отвечает? Александр Лепетунов. Александр Лепетунов. Прошу. Наша версия, что это направление называется... Ставили сумку, и, наверное, называлось как-нибудь хаос-бэкс или бэкс-хаус. Какую сумку, господин Лепетунов? Дамскую сумочку. Дамскую сумочку. То есть вы решили послушаться госпожу Шавинскую из всех версий. А теперь, внимание, правильный ответ. Уважаемые телезрители, напоминаю, что в зимней серии действует правило скамейка штрафников. Знаток, давший неправильный ответ на вопрос, покидает игровой стол до первого правильного ответа его команды. Господин Лепетунов, это направление хаос-музыки носит название хэндбэк или дамская сумочка. Услышав такую музыку, девушки не могли устоять на месте, ставили сумочки на танцпол и спешили танцевать. Один-ноль в пользу снадокол. Госпожа Шавинская, скажите, пожалуйста, а вы так сразу сказали, что либо дамская сумочка, либо пиво. Это единственные две вещи, которые вы берете с собой на дискотеку? Ну, с рауном, да. Второй раунд. Это вещи, которые... На прошедшей неделе победителем игры на форекс-клуб.ру стала Алла Карбинская из Террасполя. Ее выигрыш составил 3 325 долларов США. Господин Бычуткин, такую же сумму сможет сегодня заработать ваша команда, если вам удастся угадать, повысится или понизится курс евро по отношению к швейцарскому франку к началу шестого раунда нашей игры. Прошу ваш прогноз. Понизится, господин Бычуткин. Вы считаете, что понизится. Если прогноз оправдается и вам удастся сегодня обыграть телезрителей, ваша команда получит приз от компании форекс-клуб. Мурманск. Против вас играет Мария Косарева, город Мурманск. Вопрос снят нашим корреспондентам. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, перед вами картина русского художника Николая Ярошенко «Всюду жизнь». Когда в 1888 году эту картину собирались выставить, Николай Ярошенко попросил ее поместить в определенном месте зала. Внимание, вопрос. Куда, а главное, почему попросил автор поместить свою картину «Всюду жизнь»? Попробуйте описать идеальное место для такой картины. Форма двери, может быть, на двери. Может, наоборот, когда ты идешь, идешь, идешь далеко и в конце. На окне? Это что, дверь? Долгий, долгий. Заключено? Может, не габриц? Там форма двери, то есть, это большое. Или окна? Вот, вот такое. А какой год, кстати, пожил? 1800 вместо окна? Не имеет точность. Нет, я просто говорю... А поздно. Там были голуби и решетка, да, решетка. «Всюду жизнь», то есть, вот, даже там. А не, может быть, это... В тюрьме, так же? Там не должно быть картины вообще. Так в тюрьме, может быть, ее остановили? Не, ну хорошо. Вот с этой двора или на это самое. Вот просто зал. А какой будет? Петропавловская крепость. Какая разница? Нет, ну, в зале что есть? Есть сторона, где окна, есть, ну, там, проходная, обычно зала и обычная зала. Есть места, места в зале. В определенном месте зала. Всюду жизнь. То есть, там, может, там, где не должны быть картины. Может, наоборот, где тюрьму? В туалете. Кардзала, какой туалет? Что тогда? Может быть, между окнами? Почему? Может, вместо окна? Вместо окна. А почему? Почему между окнами? Итак, тишина. Кто отвечает? Господин ведущий, мы хотели бы попросить помощь клуба. Помощь клуба. Вы знаете, ну, честно говоря, так активно обсуждала и группа магистров, и команда Алексея Блинова. Всю минуту. Мне их было слышно не хуже, чем у вас. Итак, прошу, у вас есть 20 секунд на помощь команде Андрея Бычуткина. На окно, чтобы на окно сыпали, чтобы голуби прилетали. Что у вас? А, ну, окно, дверь, да. Окно, дверь запасной выехала. Между окнами, чтобы сыпали... Итак, тишина. Кто отвечает? Хорошо, попробую я ответить, господин ведущий. Итак, господин Бычуткин, попробуйте описать идеальное место для такой картины. А можно повторить вопрос? Я же повторил. Попробуйте описать идеальное место для такой картины. Андрей, мне интересно, что вам сказали магистры и что вам сказала команда Блинова? Ну, я выберу версию, которую озвучил Раша Наскеров. Ее картину вставили между окон, чтобы можно было, так как на ней были изображены голуби, можно было посыпать зерно, и пролетали настоящие голуби. Никогда не знал, что господин Наскеров такой возвышенный человек. Теперь внимание, правильный ответ. Сейчас эта картина находится в Государственной Третьяковской галерее и висит, как вы заметили, на длинной стене рядом с другими картинами. Но вы тоже, наверное, заметили, что вагон на этой картине изображен почти в натуральную величину. По этой причине Николай Ярошенко просил размещать картину «Всюду жизнь». Посмотрите на экран. На узкой, пустой стене зала, чтобы зрителю казалось, что он стоит на настоящем перроне у настоящего вагона. 1-1. Голосование началось. Уважаемые телезрители, от вас зависит, какую сумму заработает Марина Косырева из Мурманска. А господин Бычуткин покидает... Покидает стол. Андрей, я думаю, что вы не самый лучший вопрос выбрали для помощи клуба. И, тем не менее, в зимних играх «Что, где, когда» четыре команды с надоков борются за выход в финал года. В первой отборочной игре команда Сергея Виватенко одержала победу на решающем раунде. И с результатом 6-0 является бесспорным фаворитом на выход в финал 2006. Во второй игре команда Михаила Борщевского проиграла телезрителям 6-4 и сошла с дистанции. Теперь обойти команду Сергея Виватенко могут только две команды. Андрея Бычуткина, который сейчас за столом. И Алексея Блинова, который играет через неделю. Господин Блинов, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну вот мне, честно говоря, очень интересно у вас узнать, а как настраиваться на игру, когда знаешь, что нужно победить 6-0? Вот как вы будете готовить свою команду? Вы знаете, главное не думать о том, что надо выиграть 6-0 и выиграть 6-0. То есть вы собираетесь выиграть 6-0 без решающего раунда, ответив на 6 вопросов подряд? Вы знаете, есть определенные тактические хитрости, которые я не хотел бы открывать. Но после следующей игры раскроете? Ну конечно. Голосование закончилось. Мария Косарева заработала 17 954 рубля, а выигрыши у нас, как всегда, выплачивает Бинбанк. Третий раунд. Уважаемые телезрители, пользователи интернета, вы можете задавать свои вопросы знатокам в прямом эфире. Заходите на сайт 13.mts.ru и присылайте свой вопрос по интернету. Когда выпадет 13-й сектор, один из ваших вопросов сможет сыграть. Господин Бычуткин, пока ваш прогноз не оправдывается. Это пока. Так, господин Бычуткин, вы мне не сказали, кто будет в качестве капитана во время вашего отсутствия. Ася Буластрович. Госпожа Шавинская будет капитаном. Интересно. Стороженец. Против вас играет специалист по профессиональному обучению в центре занятости Сергей Козюк, город Стороженец, Украина. Господин Новиков, вы помните, на вашей игре осталось два вопроса на столе на решающий раунд. Вот это тот, который не выпал. Ну, посмотрим. Жалко, что нет сегодня в зале господина Либера. Он бы точнее не сказал, ответил бы он на него или нет. Господа. Госпожа Шавинская. Да, господин Новиков. Когда индийский мудрец Бадхидхарма решил выбрать из своих учеников преемника, он задал им вопрос. В чем заключается сущность мудрости? Внимание, вопрос. Что ответил на этот вопрос тот ученик, который и стал в результате преемником Бадхидхармы? Может, не задавать вопрос? Может, в чем заключается сущность мудрости? Не задумываться об этом. Не знать, в чем заключается. Может, не знаю, да? Не знаю. Не знаю, не думаю. Я тогда не думал об этом. Может, никто не может. Нет, наверное, все говорили что-то, а он говорил, что не знаю. В чем заключается сущность мудрости? Молчание. В покое, может быть. Молчание. А, промолчал. Вот, наверное. Он промолчал. Что ответил? Что ответил? Ничего, промолчал. Вот. А ладно, еще какие варианты. Ну, промолчал это совсем. А вот. Если он что-то ответил, то есть что-то определен. Что, что не все? Чтобы найти учеников, воспитать учеников, создать учеников, передать учения, создать ученик. А я не знаю, что ты типа знаешь, а я нет. Ты знаешь, я нет, это как? Ну, вот, ты учитель, ты и знаешь, что ты учитель. Что еще может? Когда я стану учителем, я вам скажу. Учители тоже, наверное, не знали. Перерасти учителя, может, с учениками. Что-то чего отвечаем. Скорее всего никто не знал. Так, кто отвечает? Ася, прошу, кто отвечает? Решайте. Отвечает Анатолий Козлов. Прошу, Анатолий. Я отвечаю. Он промолчал. А вы знаете, в чем заключается сущность мудрости? Нет. Теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Шавинская. Да, господин Игорь. Приемником Бадхидхармы стал ученик, который на вопрос, в чем заключается сущность мудрости, ответил, не знаю. Мне кажется, что господин Козлов ответил неправильно, потому что не отвечать, это не воспитано по отношению к такому мудрецу, как Бадхидхарма. А сказать не знаю, это точно осознать, в чем заключается сущность мудрости. А самое главное, такая версия за вашим столом была. 2-1 в пользу телезрителей. Анатолий Козлов покидает игровой стол, и за столом остаются четыре игрока. Голосование началось. Господин Новиков, скажите, пожалуйста, а как вам, вот вы бы ответили на этот вопрос? Что бы? А как вам кажется, господин Либер? Я могу сказать, что господин Либер бы ответил. А вы знаете господина Либера? Это подряд чуть проще. Я думаю, что он бы ответил. То есть ему все равно было бы на какой вопрос отвечать, но видите, команда запуталась. Уважаемые абоненты МТС, у вас есть уникальная возможность задавать личные вопросы команде Андрея Бычуткина. Если вы хотите что-либо узнать об игроках этой команды, присылайте смс-сообщение на номер 777. На любые вопросы ответят эти знатоки. Не забудьте указать, кому именно вы задаете вопрос и от кого он. Такую уникальную возможность вам дарит наш генеральный спонсор, компания МТС. Крупнейший оператор сотовой связи в Центральной и Восточной Европе. Голосование закончилось. 16 638 рублей заработал Сергей Козюк. Поздравляем Сергея. Четвертый раунд. Счет 2-1 в пользу телезрителей. Команда Андрея Бычуткина играет вчетвером без самого Андрея Бычуткина и без Анатолия Кослова. Господа Шалинская, как вам в кресле капитана? Без капитана тяжело. Ася, скажите, а почему вы не выбрали версию «Не знаю»? Все-таки, мне кажется, если уж вы ее произнесли, и господин Ковалев говорил, и вы, почему вы не выбрали его? Можете проанализировать? Нет, не могу, к сожалению. Не можете. Может быть, господин Ковалев, может быть, вы можете? По-моему, было две, как бы, односторительно разнозначных версии. Ну, не уходим. Иваново, ну, вы согласны, что если я вас о чем-то спрошу, а вы в ответ промолчите, то это как-то неуважительно по отношению ко мне? Ну, возможно, да, но мы, как бы, не индийские мудрецы. Может, у них... В смысле, я не индийский мудрец. Да, вы не индийский мудрец. Иваново, против вас играет Вергения Колесова, город Иваново. Внимание, каток! Перед вами древнерусское приспособление для другого приспособления, которое, в свою очередь, приспособлено для облегчения труда хозяйки. Внимание, вопрос. Как на Руси использовали этот каток? Народ, это не холодильник, каток. Берёж сжимали, например. Подождите, это приспособление для другого приспособления, которое... Вот, берёж и облегчало труду. Берётся эта штука, на него наматывается тряпка. Сверху берётся такая трещотка и раскатывается бельё, чтобы оно, как бы, ну... А зачем наматывать тряпку, да, да? Например, в мастеральной доске можно катать? Может, кто-то раскатываете? Может, когда-то увидит кто-нибудь. А, например, скалка, например. Только другое приспособление должно. Толкушка, например, для этого. Нет, это приспособление для другого приспособления. Какое приспособление? А первое приспособление какое получается? Вставляется куда-то. Вставляется куда? Вот это явно для чего-то... Что такого размера может быть? Это держать или катать? Если катать, как это каток? Если это такого размера, что может быть? Ширина, если такая? Явно сюда что-то вставляется. Рука. Это приспособление для другого приспособления. Да. Что у нас труд хозяйки? Она готовит, она там стирает, ваня, забирает. Что вы отвечаете? Итак, прошу, кто отвечает? Александр Глебетунов. Прошу, Александр. Это приспособление для какого приспособления? Мы считаем, что вот этим катком хозяйка использовала, когда стирала белье. То есть у нее была еще одна стиральная доска, на которой клалось белье и потом раскатывалось. Тем самым хозяйке не надо было рукой таскать белье, а таскать этим катком. Раскатывать. Господин Бычуткин. Вы согласны с версией команды? На этот раз согласен. На этот раз согласен. Господин Бычуткин, но все-таки я хотел бы отметить, что пока вы не были обладателем «Хрустальной совы», у вас было поразительное чутье, когда брать помощь клуба, когда не брать. Вы представляете, как тяжело будет команде, в которой постепенно останется три человека, два человека. Вот где нужна помощь клуба, а не тогда, когда вы сидите в шестером. А теперь, внимание, правильный ответ. И вы все время обсуждали одну и ту же версию. Посмотрите на экран. Это приспособление «Каток» помогает другому приспособлению «Ухвату» задвигать горшок в печь. С помощью «Катка» и «Ухвата» ставили горшки в печь. 3-1. 3-1 с пользу команды телезрителей. Голосование началось. Александр Лепетунов покидает игровой стол. Уважаемые телезрители, все, кому этот вопрос понравился, звоните по телефону 995-8181. Код Москвы – 495. Лучший игрок. Команда Андрея Бычупкина. Получит сегодня приз от компании МТС. Любимую книгу президента Федерации тенниса России Шамиля Торпищева. «Золотой теленок» Ильфа и Петрова с автографом. Лучшему игроку команды Андрея Бычупкина. Рискуйте, и вы будете обречены на победу. Ваш Шамиль Торпищев. Голосование закончилось. 28 717 рублей заработала Вергения Колесова из Иваново. Поздравляем вас и начинаем пятый раунд. Уважаемые абоненты МТС, именно вы определяете сегодня лучшего игрока. Отправляйте ваше СМС-сообщение на номер 777 со своего телефона МТС. Напоминаю состав команды Александр Лепетунов, Анатолий Козлов, Павел Жигалов, Борис Ковалев, Ася Жавинская и Андрей Бычупкин. Но со столом сейчас три человека. Это Павел Жигалов, Борис Ковалев и Ася Жавинская. Да, еще сейчас вам супер-блиц не хватает. Таруса. Да. Против вас играет студентка Свято-Тихоновского гуманитарного университета Елена Кошмарова, город Таруса. Господин Ковалев, а этот вопрос не выпал вам в финале осенних игр, когда вы блестяще выиграли 6-2. Вы помните это, да? Послушайте внимательно. У вас очень серьезное положение. Дело не в счете 3-1, а в том, что у вас все меньше и меньше за столом. Это всем известное в наши дни занятие в Древней Греции было религиозным обрядом. До сих пор историки спорят, что он означал. То ли самоповешение мифологических героинь. То ли это был обряд очищения воздухом. То ли обряд плодородия, направленный на то, чтобы злаки выше росли. Господа Шавинская, вы записали? Еще раз можно повторить, пожалуйста? Это всем известное в наши дни занятия в Древней Греции было религиозным обрядом. До сих пор историки спорят, что он означал. То ли самоповешение мифологических героинь. То ли это был обряд очищения воздухом. То ли обряд плодородия, направленный на то, чтобы злаки выше росли. Понимание, вопрос. Что из себя представлял этот обряд? Известное в наше время занятие. За уши тянули именинника. Очищением воздуха. А, воздух поступал, когда ухо натягивается, воздух туда больше не появляется. Нет, может быть. Не бежим. Ладно, свечи за... Так, еще что еще у нас может быть? Это известное всем занятие. Что мы делаем? Самоповешение мифологических героинь. И обряд очищение воздухом. Очищение воздухом почему? Злаки выше росли. Это на улице явно. А, может на качелях они качаются? Обряд очищения воздухом. На качелях сейчас. Злаки растут. Что еще? Блин, не молчи. Нет, может быть это как с сельским хозяйством. Там, не знаю, рассаду ставят, ставят эти колочки, чтобы... Это самоповешение мифологических героинь. Что у нас подвязывают, подвязывают, чтобы расколы. Подвязывают, чтобы расколы не жалуются. Очищение воздухом, это явно с людьми что-то. Может быть. А почему злаки выше росли? Вот. Бегают, бегают. Но бегают тогда. Расчесывание. На улице. На улице никто этим не занимался. А их только типа граблями, я не знаю. Итак, кто отвечает? Я. Прошу, господи Шавинская. А повторите, пожалуйста. Ася, ну давайте, вы уже все... Ну что мы будем несколько раз... Подумайте, какое современное занятие, известное в наши дни, похоже и на самоповешение мифологических героинь и героинь, то ли обряд очищения воздухом, то ли обряд плодородия, направленный на то, чтобы злаки выше росли. Прошу вас, Паршавинская. Отвечайте. Мы считаем, что это качание на качелях. Это качание на качелях. 3-2. Ася Шавинская приносит второе очко своей команде. И Александр Лепетунов, и Анатолий Козлов, и Андрей Пучевкин возвращаются за игровой стол. Это был очень ответственный момент, очень ответственное решение. Ася, поздравляю вас. Счет 3-2. В пользу территории мы начинаем шестой раунд. Господин Бычуткин, пришла пора узнать, оправдался ли ваш прогноз. Понизился, да, действительно, понизился курс евро по отношению к свейцарскому франку за время нашей игры. Господин Бычуткин, ваш прогноз оправдался, поэтому в случае победы в этой игре ваша команда получит приз 3 325 долларов США от компании Форекс Курс. Андрей, скажите, пожалуйста, на прошлой игре вы сказали, что вы бы хотели 5 тысяч. Вас устроит такая сумма? Ну куда же деваться, если мы будем. Устроит, конечно. То есть можно частями, да? Да. Мы за два раза. Так, давайте посмотрим внимательно. Мокрый Батай. Против вас играет домохозяйка Елена Сураева, поселок Мокрый Батай, Ростовская область. Господин Бычуткин, я прошу, я понимаю, что был сложный момент для вашей команды, оставалось три игрока, но я сразу вас предупреждаю, я не буду вам каждый вопрос повторять по три раза. Слушайте внимательно сразу. Гортань, необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха, утомляется. И язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум цепенеет. Рассудок бездействие ослабевает. Воображение теряет свое крылья. Внимание, вопрос. О каком тягостном процессе писал Александр Николаевич Радищев в путешествии из Петербурга в Москву? Может, горло полоскает, когда горло болит? Воображение, что делается? Краб может быть это. Да, краб, краб, хорошо. Рассудок необыкновенно утомляется, если что-то, разумеет, рассудок. Хорошо, не может быть это, например, мой дзин, там все время поет что-то. Когда может разум цепенеть вообще? Тягостная процедура. Тягостная процедура. А процедура была? Человек не спит. Может, у врача, когда ложишься, путешествие. Тогда, наверное, раз таки полоскание. Полоскание или каша? Полоскание. Каша это? Полоскание. Итак, кто отвечает? Анатолий Козлов. Прошу, Анатолий. Я думаю, что... Был такой гам, что я вообще не слышал, кто из вас что говорил. Мы думаем, что это тягостная процедура, это полоскание горла, когда она болит. То есть, получается такой звук, а стоишь около... А разум у вас цепенеет, когда вы... Вы знаете, когда горло болит, там не только разум цепенеет. А воображение теряет свое крылье? Думаю, что да. А господин Бочуткин, а какие у вас еще версии были? Я еще раз говорю, был так шумно, что я даже не понял. Был кашель. То есть вы все, насморк, кашель... Просто разговор был цепенеет. И лечение горла. А теперь, внимание, неправильный ответ. Гортань утомляется, язык изнемогает, разум цепенеет. Явно описывается что-то неестественное с точки зрения русского писателя. Так Радищев писал об изучении иностранных языков. 4-2 в пользу телезрителей. Голосование началось. Анатолий Козлов покидает игровой стол. Господин Гусельников, вам понравился этот вопрос? Да, мне кажется, вот за всю игрушку самый красивый вопрос из тех, что телезрителей выиграл. Вам понравилось. А вы сами ответили? Я считал, что это зевота. А вы, ну, видите, как вас, видно, полоскание горла навеяло. Господин Аскеров, а вы о чем думали? Не об иностранных языках. Не об иностранных языках. Вы их учите легко. А сейчас, внимание! Судьба главного приза сезона 2006 определится в финальной игре года, которая состоится в пятницу 29 декабря. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит бриллиантовую сову и сертификат на 1 миллион рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же в финале победят телезрители, то лучший игрок этой команды получит бриллиантовую сову и золотую карту «Бинбанка» на сумму 1 миллион рублей. Голосование закончилось. 55 тысяч 460 рублей. Поблагодарим телезрителей. Действительно хороший вопрос. И сразу это отразилось на выигрыше. Уважаемые телезрители, для тех, кто готов заработать своим умом в нашем клубе, напоминаю наш адрес. 127.00, Москва, улица Академика Королева, 12. Что, где, когда? Мы ждем ваших вопросов. А сейчас седьмой раунд. Давайте посмотрим, какие вопросы к нам поступили от абонентов МТС. Госпожа Шавинской от Марины из Москвы. Почему на решающий раунд всегда оставляют мужчин? Вы готовы сыграть в решающем раунде? Оперативно отвечаем. Всегда готова. Всегда. Господин Убучуткин у от Ирины из Ейска. Как вам кажется, где женщины красивее, в Москве или на Кубани? Говорите в Ейске. А все подскажут, что в Питере, но я думаю, что на Кубани все-таки. Господину Козлову от Кати из Воронежа. Вы умеете улыбаться, господин Козлов? Наверное, но редко. Редко. Орел. Против вас играет эколог Галина Зайцева, город Орел. Госпожа Шавинская. Некоторые уголки поместья знаменитого сценариста Тонино Гуэра в Пенобиле посвящены его знаменитым друзьям, актерам и режиссерам кино. В частности, в честь Андрея Тарковского, с которым он работал над фильмом «Ностальгия», Гуэра воздвиг часовню в виде огромного гнезда. Внимание, вопрос. А в честь кого Тонино Гуэра соорудил из металла двух глупков, которые смотрят друг на друга? Может, это «Унесенные ветром»? А это тоже была. Может, здесь «Альбадор Дали» и жены его? Режиссеры, режиссеры. Режиссеры, режиссеры. Режиссеры, актеры. Актеры, титаниев. А это часовня Калмой, гнездо огромное? Титаник. Тарковский. В честь кого? Почему Титаник? Актеры, режиссеры, его друзья, я так понимаю. Двое в лодке там. Твои еще в Терновнике. Кого? Еще есть. Кого мы знаем еще двое? Да, да, да. Может, братья «Люнгер», например. Никакой его знал. Ромео и Жюллитто, влюбленные. Он их знал лично или не знает? Не факт. А какие-нибудь братья Васильевы те же самые, но вряд ли. Он, скорее всего. Сколько он отцов? Это мужчина и женщина? Расцузские фильмы какие-нибудь. Ну, все-таки это, ну, кроме «Альбадор Дали» и «Калмой». А еще в Терновнике. А Фейнкл он тоже был снял. А если режиссером брать? Кого мы из режиссеров знаем? Именно кого? А почему тут? Где-то из красотки, как его звали. Ричард Киер. Да, да, да. А он Ричард Киер. Итак, прошу. Прошу. Кто отвечает? Вот где бы вам пригодилась помощь клуба, господин Бочевкин. Да. Итак. Павел Жигавов. Павел. Послушайте внимательно. Есть в поместье знаменитый сценарист Анина Гуэра. Вы его знаете? К сожалению, нет. Не знаете. Но он очень известный сценарист. У него было много знаменитых друзей. Актеров и режиссеров кино. И в честь своих знакомых, в частности, в честь Андрея Тарковского, он воздвигал разные постаменты, где-то, ну, какие-то штучки у себя в поместье. И спрашивается, в честь кого он соорудил из металла двух голубков, которые смотрят друг на друга. Из металла ни при чем. Просто двух голубков братья Васильевы, это, конечно. А кто знает? Итак. Два голубка, скорее всего, навевают на парочку влюбленных. То, что... И кто это? Ну, говорите уже, Павел. Ну, это... Мы подумаем, что все-таки это унесенный ветром главные герои, кто их сыграл. Это Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Господин Трус, ну не вздыхайте вы так. А вы знаете этих голубков, господин Трус? Я, как всегда, господин ведущий, не знаю, но предполагаю. А предполагаете? Ну, вы же сейчас ответите. Ну, скажите, Александр, ну просто интересно. Ох, я предполагаю, что это Феллини и Мазина. Перед вниманием правильный ответ. Двух голубков Тонино Гуэра соорудил в честь своих знаменитых друзей. Посмотрите на экран. Самая романтическая пара мирового кино. Джульетта Мазина и Федерико Феллини. Счет 5-2 в пользу телезрителей. Голосование началось. Павел Жигалов покидает игровой столб. У меня вопрос к знатокам и гостям нашего зала. Вот давайте по очереди. Мне интересно узнать, кто-нибудь в нашем клубе болеет за команду Андрея Бычуткина? Кто-нибудь желает, чтобы именно эта команда вышла в финал года? Господин Обчинников, вы хотите, чтобы именно эта команда вышла? Почему бы я? Вы ни за кого не болеете? Нет, не скажите. Я болею за команду, которая как бы проигрывает. Которая проигрывает? Если она проигрывает, поэтому я болею за них. Так, а еще кто у нас? Так, господин Емельянов, а вы за кого болеете? Ну, не за эту. Не за эту. Давайте еще дальше. Господин Билкин, а вы за кого болеете в этой серии? В этой серии за команду Блинова. За команду Блинова. Так, да, господин Русс, вы хотите сказать, что вы за себя не болеете? Нет, я бы разделил эти два вопроса. На этой игре я болею за команду, а вот про вы, как в финал, я бы так определенно не скажу. Ну, конечно, вам играть через неделю. Господин Блинов, ну, у вас странно об этом спрашивать. Естественно, вы болеете за себя, вы не умеете так раздваиваться, как господин Русс. Нет, вы знаете, я не умею раздваиваться. Я вообще болею за команду Козлова. А сегодня и на этой серии я болею за Бычуткина. Мне кажется, что эта молодая и очень энергичная команда имеет право сыграть финал этого года и его победить. Господин Блинов, вы встаетесь заранее, что ли? Вы знаете, я говорю свое мнение, которое мне кажется правильней. Но как игрок я, естественно, приду на следующую игру и буду стараться выиграть и сыграть финал, и его выиграть тоже. Голосование закончилось. 26 420 рублей заработала Калина Зайцева из Орла. Поздравляем вас. Господин Бычуткин, у вашей команды есть последняя возможность настроиться на решающий отрезок игры. Счет 5-2. Больше вы проигрывать уже не можете. Восьмой он. Счет 5-2. За игровым столом лучшая команда осенней серии, команда Андрея Бычуткина. За три года в нашем клубе команда провела 8 игр, в которых одержалось 7 побед. Единственное поражение команда потерпела в своей первой игре 11 декабря, когда им обязательно нужна была победа со счетом 6-0. Сегодня история повторяется, господин Бычуткин. Как только вам нужно выиграть 6-0, что-то у вас не идет. Мы еще не дошли до решающего раунда. Измените традицию. Да, тогда еще был решающий раунд. Давайте посмотрим на стол. Может быть сейчас будет Супер Блиц. Пожалуйста, Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд размышления. На каждый играет один знаток. И кто остается за столом? Борис Ковалев. Все-таки Борис Ковалев. Да. Чтобы одержать победу в Супер Блице, господин Ковалев должен ответить на три вопроса подряд. Я прошу полную тишину в зале. Господин Ковалев, как ваши дела? Пока нормально, пока еще ничего нет. Не волнуйтесь, пока еще ничего нет страшного. Вы готовы к трем вопросам? Готов. Внимание, вопрос первый. Бык. Людмила Святая из Санкт-Петербурга спрашивает, какой вариант изображения быка автор выбрал в качестве окончательного? Итак, прошу. Ну, видимо, в качестве окончательного варианта автор выбрал самый первый вариант. Покажите, пожалуйста. Вот этот. То есть самый схематичный. Да. То есть он сумел нарисовать, но выбрал самый схематичный. А автора знаете? К сожалению, нет. А, ну, Борис, внимание, правильный ответ. Нетрудно, мне кажется, догадаться по почерку художника, что это работы Пабло Пикассо. И Пикассо, конечно, выбрал самый схематичный вариант. Вот этот. Ваш ответ засчитан. Внимание, вопрос второй. Арталана. Светлана Платян из Кривого Рога интересуется, почему итальянский художник Джузеппе Арчимбольди назвал свою картину Арталана, что в переводе означает «Огородник». Можно отвечать? Да, прошу. Ну, скажем так, эта картина, как бы, в таком виде она представляет собой натюрморт из, как бы, огородных. А в таком виде, то есть перевернув, тут ясно видно вот лицо, то есть, соответственно, шапка, глаза, щеки, нос, ну, борода. Джузеппе Арчимбольди, мастер гроссескных портретов. Вы правильно отвечаете на второй вопрос и, наконец, решающий третий вопрос. Троица. Жанна Кондакова из Тулы, кстати, господин Ковалев, недавно купила в Туле репродукцию троицы Андрея Рублева и просит вас объяснить, что в ней не так. Госпожа Шавинская. Я молчу. Без рук. Итак, прошу, Борис, что в ней не так? Скорее, ну, мне так кажется, по крайней мере, что в ней не так, то, что она здесь изображена, то есть, как она сейчас находится в окладе, то есть, здесь не прорисованы поля. То есть, у Андрея Рублева, скорее всего, она целиком, то есть, как вот он изображал, и без полей. То есть, потом ее вставили в оклад. Мне интересно, куда пошли госпожа Шавинская с господином Бычуткиным? На выход. На выход пошли. А вы знаете, госпожа Шавинская, что там было? Симметрично. Зеркальное отображение. Внимание, правильный ответ. Господин Бычуткин, может быть, стоило госпожу Шавинскую все-таки посадить. Борис, посмотрите на троицу Андрея Рублева. А теперь на репродукцию, которую прислала Жанна Кондакова. Эта репродукция – зеркальное отражение иконы великого мастера. Счет 6-2 в пользу телезрителей. Счет становится 6-2 в пользу телезрителей. Команда Андрея Бычуткина терпит поражение и прекращает свое участие в сезоне 2006 года. Не справилась молодая команда с напряжением, когда нужно выиграть по заказу 6-0, да еще и скамейка штрафников в общем, не в своей тарелке были сегодня. А вот имена телезрителей – победители. 17 954 рубля заработала Мария Косарева из Мурманска. Вопрос о картине Ярошенко. Сергей Козюк с вопросом о мудрости заработал 16 138 рублей. 28 717 рублей. Вергения Колесова из Иваново. Вопрос о Кацке. 55 460 рублей. Елена Сураева. Поселок Мокрый Батай. Вопрос об изучении языков. О Голубках вопрос замечательный. Галина Сайцева. 26 320 рублей. И, наконец, 60 000 рублей, как победившие в шестом решающем вопросе, получил Жанна Контакова из Сулы. Вопрос о троице. Поздравляем вас, Жанна. Внимание! Сейчас мы узнаем, кого оппоненты МТС признали лучшим в этой игре. Давайте посмотрим на экран господина Эфиканои. Борис Ковалев, тем не менее, признал лучшим. Поздравляем вас, Борис. Господин Гусельников, кому достанется приз за лучший вопрос? Вы знаете, мне действительно больше всего понравился вопрос Сураева Елена об изучении иностранных языков. Поздравляем! Я получил 30 000 рублей из Генбана. Все телезрители, чьи письма с вопросами остались на столе, это письма из Липецка, Москвы, Ростова-на-Дону и Тюбингена из Германии, получат компенсацию от первой страховой компании. Следующая игра зимней серии состоится в следующую пятницу, 22 декабря, в 23 часа на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Алексея Плинова и попробует обойти команду Сергея Вилатенко. Господин Новиков, пока удача на вашей стороне, вы все ближе к финалу, а эта игра окончена. Господин Бычуткин, вы боролись и спасибо вам за игру. А бывает по-разному. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН